всем здорово это обращение к моим ребятам кто меня смотрит я решил для себя лютый челлендж взять попробовать делать месяц короче видос а через день ролик отдых опять новый выход ролика и так вот до 30 дней в итоге должно получиться 15 роликов я надеюсь я выдержу а если не выдержу вы меня пинаете я сниму 3-4 ролика а потом мне будет очень тяжело поэтому буду очень рад вашей поддержке ну и также следите за тем как и буду страдать всем здраво всех отрезать сегодня мы пром сделать low fire но лофай какой лофай в облике как мне кажется если хочешь изучать какую-либо программу неважно в музыкальную еще какую-либо нужно начинать каких-то простых жанров и нужно начинать с любимых жанров а ты попробуем сделать но также покажу несколько фишек которые вам помогут спидране битов но и также чтобы было легче и быстрее разобраться в программе давайте попробуем разобраться вместе так вот я открыл был то нажимаю на tab чтобы перейти в общее меню и вот у нас где плейлист где можно написать либо уже тречки значит я зумлю сейчас этот все поле командам либо альтом и колесиком мыши и кручусь вправо влево шифтом и колесиком мыши так вот это очень важный самый важный клавиш который будет все время использовать как горячие клавиши поэтому давайте сразу запомним какие еще идеи если вам кажется интерфейсом неприятно заходите в настройки здесь файле заходит на в лук фил и можете зумить во-первых весь дисплей у так каким образом вот также можете изменить тему вот этот яркая мне вам не кажется очень не очень приятно и как мне по ощущениям вот самая прикольная dark mid dark вот я в данном случае dark использую мне больше всего нравится и мы будем использовать sample pack sample pack мы будем в данном случае использовать sample fight low fight chill в принципе неважно можно любой другой использовать в чем кайф здесь также есть и драм лупы то есть можно в принципе посмотреть какие есть разные драмки я просто открываю эту папку и слушаю чтобы добавить sample pack вы нажимаете add folder и показываете где у вас sample pack вот мне sample pack где все я нажимаю open и у меня добавляет сюда сюда папка то есть вы скидываете в одну папку все sample pack также из прикольных фишек вы можете допустим вот это love fire чтобы вам точно вас запомнить вы можете его какой-нибудь цветом отметить допустим оранжевым и сверху уже оранжевый сразу же у вас будут здесь добавлен это важно при добавлении различных ваших любимых звуков это позволяет ускорить вашу работу вот у вас драм луп вы также вы приносите просто перекидываю вот сюда как миссис сверху слева у меня bpm то есть сколько у меня ударов в секунду я сейчас рублю пробел кач но ведь 80 bpm если сейчас принесу вот так вот то мне сразу же проект изменится под bpm самого лупа довольно-таки удобно то есть позволяет вам не потеть какой bpm выбрать в данном случае просто очень переносить если хотите заменить просто переносите прямо на него если хотите чтобы повторялось там бесконечно да ну и тоже допустим у вас у вас у такой драм луп и вас дальше ушло вы выделять вот эту вот область либо можете меньше либо больше сделать и нажимать сюда вот на такую штучку теперь смотрите когда будет проигрываться опять переносится обратно все довольно таки удобно еще из фишек каких то есть зачем драм луп можно также его делать и либо здесь можно тише его сделать либо сделать и по поменьше по тональности повыше приборщите будет слишком странно звучать поэтому чтобы такого не было можно выбрать способ изменения питча комплекс про либо просто как видите все они имеют разный звук теперь мы допустим хотим какую-то мелодию сделать мы можем либо самому и все прописать но так как вы начинаете использует лупы используют лупы нет ничего страшного нет ничего в этом такого запретного что тут же есть готовые лупы выбрать которого ближе довольно-таки неплохой я вот так вот его приношу немножко по ушам бьет в данном случае вот ауди эффекта стандартные плагины в абрике очень удобны поэтому с этой вам их использовать и применять как можете заметить что мне не нравится мне не нравится это вот видите прям сильно бьет по ушам мы сделаем это счет потише вот так до после можно также маленько поменьше что-то брать видите эти палочки которые тачат называется резонансы основные ноты мелодии и они бывают слишком громкими все этого у нас достаточно уже можем теперь продолжать писать уже сам бит это у нас основа мы можем также сделать пониже тональность и советую вам делать для того чтобы хоть как-то разнообразить музыку и как-то внести свое какое-то влияние на нее как писать драмку очень просто значит смотрите здесь у нас справа миди и здесь аудио миди мы можем пока вообще убрать я нажимаю 100 и длит просто вот кнопочку длит чтобы добавить какую-то новую трек и нажимаю кома плюс кнопку т начинаем с хэтиков берем хоть максимально мягенький прям такой вот такой отлично прям берем я беру его просто переношу прям отсюда перетаскиваю на этот наш трек control d вот и слушаем так она звучит можем сделать потише можно сделать два раза реже как мы это сделаем просто нажимаем вот сюда и удаляем либо мы удаляем прям область вот так я просто выделяю или кнопка мыши зажимаю и уделяю прям целую область звуков получается вот так неплохо не хочу сильно быстро берем какой-нибудь снэрчик теперь какой-нибудь мягенький приятненький такой тоненький это нормально мы сейчас сделаем еще погуше его значит как его ставить вот видите вот эту сетку есть темненький квадратик светленький квадратик темненький светленький это называется такт всего у нас 4 такта как видите то есть я не зря это все выделил для того чтобы было как бы и вы ставите их между вот этих вот тактов уже неплохо да отлично теперь добавляем кик это такое-такой не застык то есть на самый главный три элемента это хет снэрчик такой средненький и кик то есть получается низкие средние и высокие частоты заполняются полностью прям хоть мягкий кик вот допустим сейчас прописал каких я оставил не тупо вот так вот прямо да и не ставил его много так как бы качи не хватает прям вот хочется взять слушаем можно так можно немножечко подвигать по сетке вот так то чтобы создать немножко кач как видите она не четко по сетке а чуть правее очень важный момент все ставлю по сетке как видите этих этих четко под сетку снэр четко под сетку то есть я не ставлю в рандомных местах это самое важное то есть чтобы сделать плотную ритмику чтобы вам качала нужно чтобы она хоть как-то привязано было к сетке если у вас будет так вот на рандоме как то что попало да вот так то не факт что получится хорошо все уже непонятно нифига поэтому такая ошибка вот еще раз включайте метроном чтобы было понятнее вот принципе основа есть теперь нужно прописать бас бас мы берем следующим образом заходим в инструмент заходим в вейф тейбл и у вас снизу создастся сейчас такой вот вейф тейбл можно так это перенести лево кнопка мыши вот мы перенесли его вот сюда нажимаем вот сюда вот на кейсы и вот вы нажимаете о кнопки а может чтобы опускать на октаву нажимаете кнопку z чтобы повышать на октаву нажимать кнопку x вот теперь нам нужно сделать бас у нас есть сам сэмпл правой кнопкой нажать и вот сюда нажать конвертировать гармонию ту ню миди трек это значит что вся гармония которая есть в сэмпле она приведется вам в миди грубо говоря вы сразу видите все нотки которые в аккорде не всегда это точно работает но чаще всего очень четко срабатывает как видите здесь у нас нотка c самая самую нижнюю ноту смотрите по ней опираемся потом у нас получается нотка фа да что это значит мы теперь вот это все прикрываем нам пока это не нужно мы вырубаем так вот чтобы вырубить трек вы нажимаете вот сюда теперь нам нужно вот здесь прописать нотку фа потому что там у нас нотка фа была в гармонии так вот я нажимаю два раза и протягиваю оп до конца слушаем как вариант можно сделать на октаву ниже я нажимаю shift и к стрелочку вниз у меня нотка перекинулась на октаву ниже вот отлично это гораздо лучше отлично допустим вам все это нравится да допустим все сделали вы кайфуете вот так вот все выделяете эту зону нажимаете command d и у вас копипастится все дальше по сетке давайте послушаем все вместе вторая кусок второй кусок мелодии мне не нравится как мне сделать чтобы досталось только первое я нажимаю также все для эту область нажимаю command d и у меня копипастится та же самая мелодия правого кусочка эту гармонию можно в принципе уже убрать потому что нам не нужна она так я нажимаю на трек и нажимает лид все она мне вообще удаляется из проекта отлично вот так допустим мне еще на хочется сделать всю драмку тише либо громче я нажимаю вот так вот через shift command g и вот у нас группировка я могу вырвить всю драмку либо сделать всю драмку тише либо все громче это если вам нужно по удобству вот так же могут подписать как они будут называться и нажимаю кнопку мыши rename и пишу допустим мне там драмка вот мне это все ведет в драм могу вырубить драмку могу опять включить ее также с басом можно бас вырубать включать и так далее допустим вы хотите сделать какие-то прикольные перебивки как это сделать вы нажимаете слушаете слушайте допустим в каком-то моменте вам хочется вырубить здесь вообще драмку я нажимаю так вот выделяю зону где я хочу убрать все звуки нажимаю control x либо длит запомните вся фишка спидрана в том что вы делаете минимум движения это самое главное то есть вы не так вот бегаете по клавиатуре а вот именно вот здесь вот старайтесь также нажимаю control d либо command d вот так вот и копей пащу прям сколько я захочу и вот у меня вот такая штучка получается опять чтобы отзумить нажим напоминаю control колесико мыши вот у нас базовая структура есть что нам нужно стоит дальше сделать можем сделать чтобы мелодия у нас выплывала с самого начала удаляем от этого все я выделяю нажимаем длит вот у нас начинается мелодия но так она скучно начинается так что в ауди эффектах добавляем автофильтр и так хочу чтобы выплывало да но не можем во время рендера трека это сделать вручную поэтому мы нажимаем вот сюда вот такая автоматизация либо нажимаем буковку а почему-то не работает нажимаем вот сюда вот и вот у нас есть тут автоматизация ничего страшного в этом нет все довольно таки просто вот я сейчас кручу вот frequency да я хочу чтобы выплывала заплывал и видите меняется полосочка короче сверху что я делаю я сейчас сделаю вот следующим образом хочу чтобы выплывал такой звук выплывания я ставлю здесь контрольную точку и вот вот здесь и делаю такую штучку видите и что получается то есть я никак не влияю сейчас и трек сам по себе у меня сейчас выплывает и потом у нас уже идет стандартный такой вот битосик он переходик отлично контрол д а так допустим как прикол также можно сделать быстренько копипаст киков там также контрол контрол а контрол д вот у нас копипаст структура и также копипаст самое главное здесь у нас автоматизация тоже как видите она тоже есть здесь у нас но мы сделаем заплывание вот такое вот и потом как это срендерить вот уже у вас финальный трек нажимаете экспорт аудио видео две важных вещи нажимаете во первых мастер чтобы он срендрила вам то весь трек а не только там кик например да чтобы не только драмку вам сендрил все что вам нужно энкод пцм это значит он срендрит вам вавку если хотите срендерить только mp3 и чтобы чисто читать слушать они там для сведения и все что такое то лучше выбрать только mp3 вот вы уже выбираете им при нажимаете экспорт он выбирает куда вы хотите скинуть допустим сюда скидывать и нажимаете сейф он у вас сейчас срендрит потом он все это кодирует с мастера две операции происходят и чтобы сохранить проект нажимаете control s пишите как он хочет вам называться переносите куда хотите все эти папки мне допустим отдельно об этом project где у меня все project и я пишу я обычно под номерами все это делал чтобы потом не запутаться пишу что-то лофи ну и для видоса потому что это я для видоса записываю вот соответственно также можно в принципе немножко замедлить это все поэтому я сейчас так вот правой кнопкой сюда фриз потом control c так можно чуть-чуть затюнить отлично и добавить также вот этого шума я думаю будет прикольно можно принципе еще мягче сделать снэрчик можно попробовать опустить по звучанию как вариант так вот всю область выделяю делаю транспоуз вот так лучше чуть потише вот такой вот простой вариант еще тоже был показан только что вам то есть используйте приятные аккордики тут всего лишь два аккорда как писать такие аккорды я уже делал видос об этом можете по подсказочке вверху посмотреть и более вникнуть также скину два эти проекта полностью со всеми звуками и так далее при достижении 7000 лайков буду рад вашей поддержке самое главное здесь немножечко посидеть вникнуть но в принципе ничего сложного в этом нет главное понять логику работы программы потратить на это полчасика часик написать пару лафайных битосов приятных также провожу курсы по созданию музыки там будет огромный большой кусок про эблтон и эфэлку если вам такое интересно ссылочка в описании набор был в декабре самое главное развиваться как личность не стоять на месте и пытаться пробовать что-то новое для того чтобы идти вперед и получать это новые идеи в свою голову для того чтобы создавать какие-то более интересные штучки вот в общем развивайтесь тренируйтесь самое главное ну и также ссылочка в описании внизу до следующих видосов также не забудьте написать что вам еще хочется увидеть на этом канале я решил проводить и выпускать ролики раз в два дня то есть ролик день отдыха день записи там обдумывание идеи и следующий день опять ролик и так вот в течение месяца то есть в итоге за 30 дней нужно накопиться 15 роликов начиная с этого поэтому будет очень интересно наблюдать что со мной произойдет и вообще будет как 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 во будет мне также не параллельно выпускать тречки параллельно проводить в инстаграме дополнительно всякие разборы битосов также привести на инстаграм также будет там проведение этого челленджа в том числе буду очень рад вашим идеям потому что они не очень сильно пригодятся вот можно не обязательно по поводу музыки можно что-то около разговора либо просто какие-то темы будет очень интересно сделать ролики если это будет опять же полезным спасибо большое до следующих видосов но и также не забывайте подписаться не пропустить как придет мой челлендж в итоге подписывайтесь на инстаграм до скорого